Сегодня я хочу поговорить с вами о двух сферах, которые обычно люди противопоставляют друг другу, стараются не смешивать. Это сферы медиа и сферы образования. Преподаватели, родители, сами ученики обычно считают, что есть место, где люди учатся. Это школа, это университет, это курсы какие-то дополнительные. И есть какой-то отдельный мир, это мир медиа, в котором есть очень полезные штуки типа поисковых систем или возможности найти нужную книгу и купить ее для своих образовательных целей. Но там есть еще и страшные вещи типа сетевых игр, каких-то социальных сетей, которые отвлекают детей, отвлекают молодого человека от процесса обучения. Те исследования, которые я провожу, они находятся в таком междисциплинарном коридоре, который показывает, что на самом деле, что медиа, что образование, они практически не отличаются друг от друга. И попробую объяснить вам свою позицию и то, что мне удалось найти, проводя эти исследования. Ну, во-первых, и образование, и медиа — это коммуникация. И там, и там у нас есть люди, которые передают информацию, у нас есть получательная информация, у нас есть различные системы, различные пространства, где эта информация циркулирует, и люди этой информацией обмениваются. И, по большому счету, разница между медиа и образованием в этом смысле находится только в том, какие темы являются центральными и вокруг которых фокусируется внимание в медиа и в школах, в институтах. В медиа нас интересуют более оперативные события, и та картина мира, которую нам создает медиа — это картина мира сегодняшнего дня. В крайнем случае это помещение сегодняшних событий, в контекст того, что было, и того, что мы ожидаем в будущем. Образование интересует чуть более глобальные, чуть более крупные темы. Но, по сути, вот те методы и те способы передачи информации, которые практикуются в медиа, они абсолютно идентичны и практикуются в образовании. Что же происходит, почему люди из этих двух сфер не чувствуют себя близкими по духу и работающими в одном векторе, в одном направлении? Дело в том, что медиа гораздо быстрее, чем образование осваивает технологические новинки. Так как у медиа есть задача не только объяснять, не только ориентировать в социальном пространстве, но еще и развлекать, еще и информировать, то вот образование, пытаясь занимать некую нишу, некий статус серьезных, важных, уважаемых людей, мир образования отвергает и не принимает вот эту развлекательную функцию медиа. Говорят о том, что вот сетевые игры — это игрушечки, это никаким образом не помогает человеку образовываться, а вот нормальная классическая классно-урочная система — это как раз серьезное образование. Проблема в том, что медиа сейчас — это проникающая среда, которая меняет, которая трансформирует практически любую отрасль, даже экономическую отрасль. И, конечно же, в первую очередь она влияет на образование. Уже сейчас те люди, которые родились и не помнят мира без социальных сетей, то есть вот те подростки, которые учатся сейчас в школе и студенты на первых курсах вузов, они не представляют себе мир без обратной связи. Они не понимают, как можно общаться, как можно передавать информацию, не высказывая свою точку зрения, не комментируя. Это та привычка, это та модель поведения, которая закладывается в нас социальными сетями. В образовании же как раз вот и сохраняется эта вещательная модель, когда учитель говорит, ученики слушают. В результате у нас на социологическом, вот на уровне социального взаимодействия, получается две модели. Одна в школе и одна в вузе. Сидим и слушаем, и смотрим, и записываем. И вторая модель, вроде как, когда мы ушли с занятий, эта модель мы взаимодействуем, обмениваемся, пишем в социальных сетях, комментируем, ставим лайки и так далее. В результате что происходит? Для молодых, для тех, кто учится, медийная среда, естественная, понятная, это тот мир, это то поведение, в котором они живут. И в их глазах мир образования с вещательной моделью передачи информации становится архаичным, устаревшим, несовременным и с достаточно низким авторитетом. Что в этой ситуации делать? Можно, конечно, очень долго говорить о том, какие плохие социальные сети и почему их срочно нужно запретить. И очень многие чиновники, к сожалению, идут по этому пути, высказывая, что нужно срочно ограничить доступ к медийным ресурсам. Это совершенно неэффективный, совершенно непродуктивный подход, потому что вы не можете ограничить свободу человека в потреблении информации. До тех пор, пока у них будет доступ к интернету, доступ к WhatsApp, вот эта медийная составляющая нашей жизни, она будет доминировать. И просто образовательные структуры, которые не трансформируются, не примут медийную модель распространения информации, они устареют, потеряют актуальность и посещаемость. Что здесь можно сделать? Единственная эффективная и хорошая такая грамотная стратегия для образовательных учреждений, для преподавателей, для педагогов — это научиться самим работать с медиа, создавать образовательные медиаресурсы, выходить с этими медийными ресурсами на свою аудиторию, вовлекать ребят, вовлекать учеников, вовлекать студентов в создании медиаресурсов по той теме предмета, который вы преподаете. И вот здесь как раз, как только мы перестаем противостоять друг другу, как только мы начинаем использовать находки медийные в образовательном процессе, мы сразу поворачиваем, сразу по-другому выстраиваем учебный процесс. Он становится более коммуникационным, более многонаправленным и развивающим гораздо больше навыков и умений у наших студентов, чем если мы это делаем в вещательной модели. Например, есть в медиа уже разработанные инструментарии мультимедийных историй, когда вы с помощью видео, с помощью инфографики, с помощью текста рассказываете, например, журналистскую историю. Вы совершенно спокойно можете эту журналистскую историю поменять, с точки зрения тематики, например, на историю Древней Греции и сделать совместно со своими студентами, сделать видеоролик, либо лонгрид, либо какой-нибудь спецпроект на сайте или социальных сетях. Вы можете сделать спецпроект, посвященный, например, Древней Греции или географии своего собственного региона. Вы сразу включаете здесь поисковые методики, что ребята не только от вас слышат какую-то информацию, они сами ее находят в медийной среде вокруг себя, они учатся проверять информацию, они ее учатся интерпретировать, они учатся визуализировать тексты, цифры и таблицы в понятный и легкий для восприятия продукт. То есть мы параллельно с изучением тематики мы еще и тренируем так называемые soft skills, коммуникационные навыки, которые для студента и для человека 21 века являются одними из приоритетов. Еще в качестве примера я могу привести несколько проектов, которые делала своими собственными руками и видела отклик от учеников. Например, мы делали интерактивную карту с младшими школьниками. Начиналось это все с песни Марка Бернеса, а название такое правослово боевое «Варшавская улица по городу идет». То есть есть песня, в которой прослеживается путь войск наших во время Второй мировой войны. Мы берем эту песню, она достаточно динамичная, ее хорошо запоминают дети. Мы берем карты Яндекса, размечаем точками те города, которые в этой песне упоминаются. В этой карте вы можете проложить маршрут, вы будете видеть последовательность, как эти люди шли. И параллельно с этим мы рассказываем, собственно, об этом освободительном движении советских войск до Берлина. Таким образом, мы с помощью медийного инструмента интерактивной карты и накладывания туда звука песни мы получаем себе интегрированный урок по истории, по музыке, по географии. Потому что, когда вы... то есть это же не я делаю интерактивную карту, это делают дети. И они вполне спокойно справляются с этим инструментом. То есть вокруг этого подхода, вокруг этого медийного инструмента можно завернуть несколько тем, несколько предметов и несколько направлений деятельности. То есть вот такие интегрированные продукты, они более понятны детям и студентам. И они увлекают, потому что вы делаете это своими собственными руками, вы проводите самостоятельные исследования и вы видите продукт, которым можете поделиться дальше в социальных сетях. Например, в Соединенных Штанах Америки есть преподаватель физики, который все физические эксперименты и темы, которые изучают в школе, он поместил в контекст компьютерной игры, где у каждого ученика есть свой аватар, и этот аватар должен пройти квест и сделать все эксперименты, выучить все формулы, поставить несколько опытов. И только после этого он получает, ну как мы в сетевых играх обычно получаем, повышение уровня. Отдельное направление это Майнкрафт, который сейчас уже, я бы не сказала, что это большой тренд, это уже просто обычный такой инструмент для проведения образовательных мероприятий. Есть внутри Майнкрафта очень популярной сетевой игры, где можно построить миры и защищать их от различных нападающих на вас страшных, ужасных персонажей. Внутри этой игры есть образовательные миры, где люди с разных континентов, с разных стран и разного возраста изучают географию, изучают историю, изучают искусство и так далее. Общий смысл в том, что как только мы принимаем мысль о том, что медиа и образование работают по одинаковым законам, по одинаковым принципам взаимодействия людей для обмена информацией, мы совершенно спокойно можем использовать образовательные наработки в медиа. И сейчас очень много просветительских проектов, очень много спецпроектов, сериалов, циклов документальных передач, которые нацелены на образование, на просвещение. И точно так же и образование учителя, преподаватели и родители могут использовать медийные инструменты для повышения эффективности обучения. Очень многое зависит от того, какую цель вы ставите в своем образовательном процессе. Если ваша задача просто читать какой-то определенный текст, набор фактов и заставить ученика выучить 64 ответа к вопросам зачета, то это не очень хорошо с точки зрения образования. Это хорошо для галочки, это хорошо для документа, но это не то, что остается в сердце и то, что остается в уме вашего ученика. Если же вы ставите целью, задачу, чтобы человек загорелся этой темой, чтобы он научился исследовать, чтобы он развил в себе критическое мышление, то вот все медийные инструменты и все подходы, которые связаны именно с теорией коммуникации, с коммуникацией, они в образовании работают на порядок эффективнее, чем наша обычная лекционная деятельность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова